Всем добрый вечер, продолжаю играть в Блиц на Личете, в том же формате, в котором было записано предыдущее видео. У нас дебют рейте с третьим ходом Б4. Здесь получаются обычно довольно своеобразные структуры, как мне кажется, для белых в принципе, в общем и целом, не безвыгодные. Ф6 главный ход, С5 играет реже. Основной ответ, насколько я помню, слом Б2. Но, по крайней мере, определенная логика в этом есть. То есть теперь черные не могут сразу забрать на Б4, по причине потери центральной пешки Ф6. И вот здесь не надо как-то разобраться с тем, как здесь реагируют, потому что на БЦ Е5, на Е3 слон С5, и черные как-то удерживают все-таки контроль на центре. Но с другой стороны, на Е3 черные все равно же Е5 сыграют. То есть, может быть, не надо попытаться получить какой-то волжский гамбит с переменной цвета, но тоже не факт, что это получится в удобной для меня редакции. Поэтому все-таки сыграю БЦ, но Е5 сыграю Е3. Вот, может быть, я не доценил ответ Д3 за черных. Как-то серьезно его не смотрел. Но, в любом случае, сыграю на ДЕФЕ. Здесь что, Е4 или просто С5? Но С5, да. Конечно, возможно. Теперь у меня есть ход Б4, который выглядит довольно привлекательно. С3. С3. Ну, если белые сейчас как-то завершат развитие, и при этом не пойдут на серьезные структурные уступки, то тогда у меня будет перевес. Да, Ферзе 4 не то, чтобы грозит, но, по крайней мере, черные должны считаться с идеей хода Ферзе 4. На конь З6 там Д5, видимо, придется брать на Ц3, и не факт, что это поможет. То есть, Ферзе 4, скорее всего, серьезная угроза, на самом деле. Чертные должны что-то против нее делать. Ну, вот Ферзе 5 довольно активный способ воспрепятствовать ходу Ферзе 4. С другой стороны, черный получается, сыграет еще один темп на ход, который развивающим назвать довольно трудно. Мне бы очень хотелось как-то здесь сыграть пожестче, но, видимо, не получается пока. То есть, у каждого из моих разумных ходов есть недостатки. Ферзе 2 слоны в 5 неприятно, Ферзе 3, в принципе... Наверное, наиболее логично, но тоже Ферзе на Б3 оптимальную позицию занимает. С другой стороны, я, наверное, хочу просто А3 сыграть, или же завершить развитие. В белых есть некоторое преобладание в центре, и некоторое преобладание в развитии. С другой стороны, вот этот центр белый, он может в вариантах начать крошиться. Потому что пешка Д4 все-таки защищена недостаточно хорошо. Ну, то есть, у чего-то довольно интересная, стратегически разбалансированная позиция. Конь С6, белые завершают развитие, но я, наверное, должен убегать. Слон же 4, возможно, последует. Здесь мне надо решить, стоит ли играть А3. По виду А3 не может быть сильно плохо для меня. Так что, попробуем. Слон Д6, я могу сыграть С5. Наверное, сыграю С5. Слон Ф3, правда. Слон Ф3, Конь Д4, ФСБС. Какое-то там веселье получается. Но все-таки очень хочется сыграть С5. Слон Ф4. Ну, давайте подкрутим, что ли. Сыграю. Планирую сыграть Конь Ж5. Давайте сыграем Конь Ж5. Времени у меня довольно мало. То есть, возможности серьезно здесь посчитать варианты нет. Выглядит заманчиво. То есть, бесит Слон, висит на Ф7. Белые, видимо, должны брать... То есть, черные должны брать коня. Я возьму ножи Ч4. В черных обнажаться белые поляка. У меня есть все разные шансы потерять все свои центральные пешки. Но вот... Мои здесь чайния связаны с тем, что, может быть, удастся поиграть против черного корода. Где-то 8 ожидаю хода. Не то, чтобы он... Как-то черным что-то конкретное давал. Но вот мне он кажется логичным. Хотя бы какую-то фигуру подтянуть к обороне. Но сыграем на Слон Е3. Слон Е3 я приветствую ход, потому что теперь у меня король не попадает под шахи. Ну, наверное, Конь Е4. Пытаюсь запустить коня на Д6. Уже напрямую играть на мат. Да, очень мощная по виду белых инициатива. Объективно эта позиция должна быть выигранной. Но вот 36 секунд могут внести свои коррективы. В2, ну, Конь Д6. Здесь я как минимум уже ферзя выигрываю, наверное, партию тоже. Потому что король в 8 нет хода из-за ферзи в 7. А здесь вот ферзь теряется. Черт, им придется брать на... Так сказать, придется брать на А5. Ну, на Слон Е1 просто матую в 2 хода. Ну, еще одна партия с этим же соперником. Первая получилась интересной. Думаю, что он пытается реваншироваться. Е4. И шатанская партия. Ну, я сыграю достаточно редкий вариант Слон Б4. Он не патендует на полное уравнение. Но здесь получаются довольно живые позиции, в которых у белых перерез пространства. Но остается довольно много фигур. И вот структура достаточно разбалансированная. Но если для моего спраника мой дебютный выбор не стал неожиданностью, он довольно грамотно здесь реагирует. То есть это, конечно, не единственный способ получить комфортную игру против этого варианта. Но вполне заслуживающее внимание. И дальше мне надо будет понять, как расставлять фигуры. То есть надо ли играть Конь Д7. Ну, теперь после Слон Ж5 Конь Д7 выглядит довольно логично. То есть мне возможно получается наварить темп на этом ходе. Поэтому отказаться от него довольно тяжело. Слон Ф4. Ладья Б8. Опять-таки понятное дело, что пешку мне не зернут. Но белому придется скорее всего принимать здесь не самое комфортное решение. Но Ферк С2 вполне логично. Теперь мне надо понять, как распорядиться легкими фигурами. То есть надо ли играть Слон Ж5. Белый явно не будет менять слонов. Сыграет Слон Ж3. Насколько это в мою пользу, непонятно. У НЕ5 есть просто ход. Опять-таки Белый никого менять не будет. Уберу всех своих слонов назад. Здесь просто ход Конь С5. Который, наверное, я и сделаю. Так, на глазок он выглядит наиболее логично. НЕ2. Надо понять, стоит ли играть Слон Ж5. Давайте, хотя здесь уже под Конь Ф3 попадаю. Давайте попробуем все равно. Слон Е6. Выгоден для меня. Такой размен. Истечный ход Д5 неожиданно появился. Довольно жесткий. Может оказаться неплохим ходом, на самом деле, Д5. Я увеличиваю сферу влияния его чернопольного слона, но и мои фигуры тоже оживают. Здесь должен быть полный порядок, объективно. Важно, конечно, пешку на С7 не зевнуть. Хотя, может быть, ее можно зевнуть как раз. Сейчас рассматриваю такой вариант. Выглядит очень интересно. Давайте попробуем ферзу В6. То есть, теперь на С7 просто слон Ф5. Белые фигуры попадают под бои. То есть, там приходится как-то Ф1 играть, и я надеюсь получить компенсацию. Хотя, может быть, может быть, это идея. И чересчур амбициозная. Конь Ф3. Но все равно могу зевать слон Ф5. Ферзь Е2, скорее всего, последует. Слон Д3. Ферзь куда-то Е5. А ферзь Д1. То есть, не отдают пешку на Б2, но зато повисает на Д5. Это я недооценил, кстати. Ферзь Д1 хороший ход. Еще, понимаете, проблема в том, что пешка на С7 висит. Да, неприятно. Ну, хорошо, сыграю слон Е4. Есть ощущение, что я что-то зеваю сейчас, но ничего не попишешь. В Три. Вот, наверное, только то, что я зевал. Хотя, здесь же тоже пока ничего не теряется. Слон Ж6. Ну, да, неприятно, что мне надо довольно мало времени на часах. По 4. Не уверен, что сильнейшее продолжение. Теперь мне удается хотя бы закрепить собственную пешку на С7. А, у белых с ЛД5 исход. Да, тогда у белых, конечно, перевес. ЛД5 озевнул. Да, очень уверен, пока сперник эту партию проводит. Я попытаюсь, конечно, побороться, но при нехватке материала и, в принципе, нехватке позиции тоже здесь, конечно, будет тяжело. Е1. Хочет ударить на Е6. Не уверен пока, что это очень опасно. Ну, с другой стороны, белый магний просто подтянуть фигуру. Мне надо какой-то план находить, я его не вижу. Сейчас он А4 начинает грозить. Хорошо, сыграешь 5. То есть, ход, конечно, не туда, скорее всего. Может быть, форточка мне пригодится. С другой стороны, если делать форточку, наверное, А6 было более разумно. Предлагаю размять ферзей. У белых там, конечно, явный перевес будет даже после размена ферзей, но, может быть, удастся как-то зацепиться. Хотя, если честно, ферзей в 4, и коней в 4, и там еще слон g5 есть ход. Наверное, все, борьба на этом заканчивается. Кстати, слон g5 я не видел тоже. Но... А, кстати, еще одна причина, по которой стоило сыграть А6 вместо А5. В белых хотя бы не было бы ресурса слон g5. Сберник играет слон е7. Подкручивает позицию. Что на ладе е8. Тоже взять и на f4 слон g5. Ну, мне, наверное, надо было все-таки воспользоваться тем шансом, который мне давали уклониться от этого варианта, но я почему-то этого не стал делать. Да, ну и тут... По крайней мере, сразу черные не проиграли, но проиграют постепенно. То есть как-то навесить фигуру, но, понятное дело, что это в мертвом припарке. С другой стороны, в блице надо бороться до конца. Конец тут действительно очень близок. Какие-то бредовые жертвы, судя по всему, не пройдут. Ну, то есть, да, можно, скорее всего, смело сдаться. В 4, просто там у белых огромное количество лишнего материала. Даже слоны в 4 можно сыграть, и там будет... Там будет тоже выиграно, но здесь до сих пор какие-то микро-шансы на спасение сохраняются. Но, понятное дело, что у меня просто упал флаг. Продолжение следует...